Привет всем любителям пошаговых стратегий, вы видите и слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение прохождения за нового лидера Такугаву из Японской Империи, Sid Mercerization 6 на последнем уровне сложности, на божестве. Подробности в общем-то по ссылке в прикрепленном комментарии, в первой серии, переходите в плейлик, смотрите сначала, там все объясняется, что тут вообще происходит и что мы делаем. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра партии. Так, я знаете, что думаю? Я думаю, что нам нужно реально вот храмы апостолов и убирать вот ислам весь, то есть переформатировать карту под нас, мы за счет этого и в общем-то науку получим. Так что строим... Ну у меня много веры, давайте-ка глянем, сколько веры у турка идет вход. Значит, у меня больше пока и тем более я еще дострою тут священные места, храмы. Я думаю, что неплохо будет и апостолами подраться. У него уже все использовано, видите, у меня 610, все-таки отваливается халеб. Сначала надо будет укрепить религию, я еще подумаю, надо ли мне будет брать, надо ли мне будет брать, как ее, крестовый поход, типа, чтобы было проще турецкие города брать. Так, а что мы тут открыли? Я, по-моему, открыл госслужбу, да, но союзмиссионным не с кем заключать. С другой стороны, мне в теократию надо идти. Так, пошли, наверное, феодализм получается, ну 6 ферм вообще тут... Я понимаю, просто тупо даже фермы негде ставить, вот, наверное, на двух этих пшеницах вообще надо было бы выкупить. Только на двух этих пшеницах и все. Я просто даже не могу нигде фермы построить, так что я 6 ферм... Просто даже в принципе, вот, смотрите, я визуально не могу... Ну, вот тут, наверное, еще где-то ставятся фермы, но на холмах я не могу, но в пустыне я не могу. Поразительно. То есть у меня даже вот в тех клетках, которые у меня здесь есть, ну вот на рисе... Но все равно 6 ферм без шансов, мне кажется, тут. Так. А, и в науке что я открыл? В науке арбалеты все-таки. Нам бы еще картографию и плыть на тот континент, я смотрю, что там вообще как-то никто не планирует. Хотя нет, вот кто-то там начал один накапливать. Там кто-то начал один на пророка накапливать. Но там вообще религии нету. Кроме того, надо бы Болонию все-таки засоюзить, я думаю. Потому что она дает дополнительные очки великих людей. У меня уже есть гавани, уже есть центры коммерции. Здесь все равно мало, наверное. Ну тут плюс 5. Не, нормально, давайте Болонию засоюзим. Пускай капает у нас больше очков великих людей. Болония дипломатический квартал хочет. Так. Ну давайте, наверное, математику откроем. Математику. И куда нам идти тут дальше? Книгопечатание? Да не стоит. Мне кажется, надо в военную инженерию потом. То есть акведук нужен. А акведук строить... Ходи-то кимуны. Ну вот, короче, у нас на континенте ходи-то кимуны круто выглядит. Кстати, да, если еще посмотрим, никого они больше не встретили. Нет, все-таки мы втроем здесь. Так. Магнус прибыл, можно вырубать. Мы верфь сразу закончили благодаря вырубке. И, кстати, верфь жилье еще добавила. Так. Ну пошли, наверное, этого миссионера тут использовать. В догонку. Какие там апостолы будут. То есть пойдем реально обращать... ...города Турка. Так, у нас шесть городов еще. Давайте глянем, где реально я могу еще поставить город. Ну, предположим, тут... Тут надо подводить. У меня стоит, конечно, метка здесь. Но, может быть, лучше просто на янтарь. Типа я побольше хороших клеток захвачу. Здесь было бы круто на кукурузу, но с такой лояльностью вряд ли. Пока так. Так, здесь, значит, выкупаем... ...вино. Нет, это все слишком дешево продавать. Так, пойдем, наверное, обработаем благовоние. И я думаю, надо святилища и храмы строить, раз я хочу в свою религию. Так, тут мы расставляем юниты, чтобы с вассалов, с карточки вассалы иметь счастье. Надо уже сюда... Ладно, давайте еще один ход, он полечится. Блин, апнуть его тоже, застрелка разведчика. С другой стороны, мне деньги нужны, я, наверное, не буду мапать. Так, тут не хватает жилья, да? Так, сейчас еще один караван появляется. Ну, не появляется, можем сделать в рынке. Так, среднее наводнение. Покусиме надо будет купить торговца. Прямо сто процентов. Теперь этим скаутом поехали сюда собирать руинки. Ну, слушайте, тут еще можно город где-то поставить, табак. Вот здесь, например, на болото, да? Можно подумать, кстати. Так, предприятие, тут культура будет. Ну, нам вино больше негде обрабатывать, так что предприятие только здесь. Значит, у нас стоит предприятие на жемчуге 25% веры. Предприятие на вине 20% культуры. Вот здесь мы сможем сделать предприятие явно на благовониях. Так, у нас Сулейман хочет вино купить. Нет, не хочет. Описала, что хочет. Так, мы купили уже караван. Поэтому здесь давайте святилище. Следующим ходом уже первого апостола будем покупать. Ускорены гильдии. Так, тут недостаточно жилья. Я думаю, что нам надо, если еще никто не взял, нам надо будет гурдвары брать. Так, дом собраний взят. Собор взят. Надо будет гурдвары брать. Защитник веры у Японии. В общем, ислам надо убирать. Запретный город. Это у нас будет наука как раз. Мы за счет веры, мы будем веру сейчас конвертировать в науку. За счет обращения чужих городов. Так, апостола. Я думаю, что нам надо взять сейчас в первую очередь эту. Э, а что тут уменьшилось жилье? Пак, я переключил, не видел, что, блин, минус житель. Надо будет дешевле, чтобы покупать апостолов и миссионеров. Так, Токио. Нет, я хочу, чтобы дорога была. Поэтому вот сюда Токасаки отправим. В Гифу можно через Антонуна... Нет, я хочу так, чтобы дорога была. Крама готов. Блин, Петру можно... Слушайте, давайте, наверное, в Токио Петру... Вот сюда, именно вот на эту клетку. Блин, правда, ромашка тогда... Блин. Может, лучше в Токасаки лучше Петру тогда. Тоже 9 ходов. О, слушайте, вот тут точно Петра зашибись будет, да. Надо подумать сюда, либо что... Ну, это как чудо. Потом будет соседствовать с театралкой. Может, какое-нибудь другое место. Может, сюда Петру, а потом сюда театралку. Тут вот потом будут эти... Кампуса. Вот сюда кампус. Сюда кампус. Сюда театралку. То есть она тут плюс 2 и так, и сейчас будет плюс 40. Да, давайте, наверное, Петру сюда. Не знаю, что нам приходится выкупать эту клетку. Ну, хоть как-то нам надо убирать эти клетки пустыни. Блин, а кто же там взял, интересно, соседство... Кто-то взял пантеон соседства пустыни, да, и даже не построил, очевидно, священного места. Прикиньте, как круто. Вот тут обряды плодородия, вот тут производство для юнитов древнего мира. А вот если бы мы смогли взять на пустыню, насколько у нас было бы все круче? Так. Мавзолей в Геликарнасе. Ну, в принципе... Он-то, конечно, покруче в Ау-Море, может быть. Но дело в том, что я там его не смогу построить. Во-первых, производство требуется до хрена, а во-вторых, он тут вот только вот здесь может строиться, а там железо. Хм, а давайте мавзолей в Геликарнасе. Слушайте, оно тоже нормально. Тоже нормально будет. Не знаю, правильно ли я в чудеса иду, но 9 ходов на этой скорости, это считайте на сетевой 6 ходов. Вполне нормальная скорость для постройки чудес. Так, ну мы сначала, наверное, укрепим. Что в повышениях теологической баталии, реликвии. Ну, вот тут даже повышения не совсем те, которые я хочу. Давайте я бы взял стоимость миссионеров и апостолов снижена. Вот, и теперь, собственно... Конечно, с одной стороны, можно еще теократию подождать, но все-таки далековато. То есть феодализм, там 5 ходов гильдии еще открывать, монархию... Ну, монархия будет ускорена, например. То есть я бы уже апостолов покупал. Так. Один вход. Зади... Ну, давайте, наверное, примем. Так, мы первыми встретили походу... О, Фес! Вот что нам надо... Блин, неизвестный игрок. Нам вот кого надо засоюзить. При распространении религии. Это мы ж науку получаем. Тогда... Первый раз обращая город в свою религию, с помощью религиозного юнита, вы получаете 20 науки за каждого жителя города при стандартной скорости. То есть при этой скорости мы, наверное, 13 где-то получим. Так. Тогда нам бы открыть что-то на послов. С другой стороны у нас через несколько ходов будет три посла. Ладно, идем пока в гильдии. Здесь просто ждем апостолов. Ух ты. ГГ-шку какую-то убили. Так, самураи мы можем сделать. И новые строители получают два заряда. Наверное, надо ставить. Пока мы это не используем никак. О, на 75% снижает влияние других религий. А тут бы еще с утроенной силой, чтобы было... Ну, тоже на 75% снижает. Ну, это тоже... Это тоже неплохо. Это очень помогает убирать... Блин, я сюда, наверное... Ладно, надо пройти, чтобы можно было... Купить апостолов. Блин, может мне сейчас миссионеры... Потому что, смотрите, у меня три... У меня шесть зарядов, которые снижают. То есть, мне сейчас бы... Просто миссионеров, наверное... Купить. И у них будет шесть зарядов, которые просто распространят. Странно. Пишет этот мод, что типа Сулейман хочет купить. А в итоге нифига. Плюс 25% веры, опять же. У меня еще и эти... Предприятия как раз на веру. Все очень неплохо. Так, то есть, это... Со мной кто-то торгует? Или что? Почему-то эти... Обозначения торговых путей... Все еще видны. Блин, а кто ж неизвестный с Фесом? Как он его нашел? Представить, кто-нибудь ко мне вообще отправляет? Нет. Какой-то глюк. Не пропадают. Так, ну вот тут, наверное... Блин, гавани лям. Давайте, наверное, все-таки тут с амбара начнем. И дальше гильдии. Или вообще рабочего тут сделать? Или вообще купить рабочего? Я бы купил тут рабочего. Карточка стоит. Нам надо ртуть обработать. Предприятие на ртути поставить. Потом рис. Слушайте, вообще я могу... Точнее, я мог 6 ферм, но, блин, выкупать надо было бы. Жизнь меня к такому не готовила еще. Так, ну обращать будем только, когда Фес за союзем. Потому что наука мне очень нужна. Селитру открыли. И ее у нас нету, да? Кайф. Вот, и как воевать, например, захватывать в такой ситуации вообще? Вообще не видать его религиозных юнитов. Так, ну я не буду. Мне главное в следующем... Так, подождите. Блин, а я не поменял. Мы как минимум 4 хода ждем. Ну а через 3 хода будет 3 посла. Мне надо карточку 1 посол поставить, да? Может тогда военную подготовку уже за 3 хода откроем? Только через 3 хода мы сможем начать обращать. Чтобы науку получать Фесом. Ну, кстати, пантеон нормальный. Видите, тут еще работает. Тут потом будет работать. Вообще, если я взял на престиж, чтобы я вот тут имел. С этих клеток чуда имел бы. На самом деле. Всякого. Классного. Там еще кризис вылезет. Когда мы священный город турок обратим. Так, подождите. А у нас написано, что 3 каравана из 4 бегает. То есть я еще один мог караван. Здесь построили. А, два рынка построили. Так, ну нам нужен еще один караван. Очевидно. Откуда у нас бегают? Из Отсу. Из Токасаки. Из Покусимы. До этого из Гивы. Мне из Аумори нужен будет еще караван. 190. Ну я бы с Треми открыл. Что у нас пастбищ тут? Я все не знаю, что с этими. Ну, наверное. Блин, я бы, наверное, все-таки здесь сделал пастбище. С Петрой вроде ничего так будет. Надо будет здесь пастбище сделать. Да. Такасаки. Как думаете, дадут мне Петру и Геликарнас построить? Вообще, компьютер не особо любитель этих чудес. Вот в прошлой партии за Конго я очень поздно строил Петру. Не успел. Ну и там я реально очень поздно строил. Так, напоминаю, что мы тут ждем. Так, я бы, наверное... Вон он город поставил, блин. Так, слушайте, мне эту клетку тогда выкупить надо. С другой стороны, мне караван нужен еще. Давайте, наверное, сначала караван будем. 190. А клетка выкуп. 70. Блин. Ну, вряд ли он сильно будет спешить эту клетку выкупать. Так, ну, короче, этого мы в Конью отправляем. Апостола, а тут миссионера за ним. Стоим, ждем. Когда пес соблаговолит стать нашим вассалом. Вместе вот туда всего три посла надо отправить. Ну, это реально. Я буду кучу науки как раз получать. То есть, во-первых, ну, за верование, что... Количество верующих дает мне науку. А, во-вторых, просто за обращение еще. Куда идти? Я бы, наверное, в картографию шел. Плюс я еще очки эпохи буду за это получать. О! Плотоводец набился. Формирует флот. Надо брать. Так, я бы, наверное, сначала жемчуг все-таки обработаю. А потом буду тут фермы ставить. Так, ну что, поплаваем туда. В отличие от пятерки, тут великих людей убить не могут. Так, ну что-то я хотел... А, караван купить. Так, тут стоим. Ну, вообще, можно перейти на тот берег. Мягко говоря. Мы же все равно там будем дальше действовать. Чтобы не терять ход. Так, ну у меня открытые... А, ему же может Японию сдать открытые границы. Отлично. Делегацию он не примет, а вот открытые границы возможны. А, у него, слушайте, у него просто... Мы на одном континенте, у нас одинаковые... У нас просто практически одинаковые... ресурсы. Так, достаточно, чтобы купить апостола или гуру. Вообще... Не, наверное, надо покупать. Наверное, миссионеров еще берем. А что тут вообще надо было в гифу делать? Отсюда же ближе. И мне бы еще караван, конечно, к турку, типа, чтобы дорога была, но... Невыгодно, да? За такугаву. Так, у меня перекупили Антона Нариву, видимо, но фиг с ним. Или Болонию, интересно. Так, в любом случае, мы делаем первый посол. Болонию перекупили. И союзим Фес. Готово. Теперь начинаем обращать. Три полетания. О, я встретил немца. Так, вот сколько нам науки дали? Было не видно. Блин. Ну, видите, контрафорс завершен. Хотя, там надо было еще исследовать. Но я не вижу, сколько у меня науки. Ну, по идее, дают, типа, умноженное на 5, умноженное на 7, да? Если так размышлять. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков, Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Так, что нам с немцем есть чем трогать? О! Он готов у меня редкие ресурсы задорого прям приобрести. А если по одному интересно продавать? То есть так он хочет их купить за 3 и 23 вход. 8 вход. 8 и 3, 24 может быть, да? Давайте по одному. Ага, 7 и 3 вход. 7 вход уже предлагает. Наверное, надо было тогда соглашаться. А соль он за сколько? Ну, то есть 90 и 30 вход, считайте. Нет, я пока не буду брать. А стратегические ресурсы ему нужны? О, железо. Ну, что-то я приму. И кого-то в немец знает. Троих знает. Средневековые ярмарки ускорили. Красота. Так, ну что мы хотим тут? Даже не, дай что-нибудь хорошее. Укорение социальное института, морскую, причем морская традиция, которую я бы иначе никак не ускорил. Я бы квадрилемы сейчас не строил. Ну, вообще, короче, вот сюда тоже интересное место, да? То есть, в принципе, как минимум три города я могу еще поставить. Давайте все-таки я тут на янтарь хочу. или вообще вот сюда. Вообще, наверное, вот сюда ставил. Так, ну, надо в героический век выходить как угодно. Количество ходов достаточное. Второй храм построили. Соответственно, монархию. Может, мне монархию лучше открывать, а не морскую традицию пока. Кстати, Аболонию я могу обратно откупить? Могу. Ну, нормально. Блин, мне может стоило подержать апостола, чтобы у меня фес не перекупили. Зачем монархию? Гильдию надо открывать. Так, миссионеры еще можем купить. Тут храм завершен. Давайте амбар. А, блин, тут же уменьшение. Ну, вообще, так написано, что не уменьшается население. не знаю, что там произошло, почему уменьшилось. Ну, давайте храм. Не выкупаю пока эти клетки все, потому что есть на что деньги тратить, а именно на караваны. Так, уже 52 науки. конечно, по сравнению с немцем мы очень далеко, но хотя бы по количеству науки вход соседей догнали. Зато сколько культуры у японца это охренеть. Кстати, при меньшем количестве игроков больше шанс, что компьютер может и культурой победить. Туризма меньше требуется. Но я бы здесь фермы поделал. Так. Непонятно сколько накоплено. Я просто хочу понять сколько мне добавится. В описании феса говорится, что добавляется 20 науки за каждого жителя при стандартной скорости. То есть так 200 было бы. Мне кажется где-то 130. Трабзон. Ну тут все-таки большой город. тут все-таки большой город. Ну давайте попробуем. Есть. 134. Найс. И плюс у меня еще вход идет от верования. Видите 10 науки уже вход идет. Одна пятая науки от верования. Ну наверное священный город Стамбул скорее всего. Его обратим. Ну смотрите остается один город Сивас. То есть я не знаю даже никто не сможет обратно если они кризис примут. Только если японец надо обратно какой там кризис будет? Что надо обратно в ислам переконвертить или просто убрать религию моей. Вот я не помню какой конкретно там. Так давайте из Токио отправим караван. Здесь один ход до возможности строить правительственную площадь поэтому я наверное отложу производство. Слушайте и гелик мы строим похоже. Рурку уже кто-то построил. Ни хрена себе кто-то в науке. Ну это наверное Вавилон. Так возрождение рыбацкая лодка гильдии открыли. Чиниться бонус от соседства для центра коммерции от промышленной зоны. Я думаю что мы только уберем вот этот первый посол. Остальное пока оставляем. Ну Петра шикарная вроде как должна быть. Так давайте посмотрим Токио как по райончикам. Вот промышленная зона есть на плюс 3. Акведук нам некуда все равно ставить. кстати можно сюда в пустынку. Театралочка тут плюс 3. То есть вместе с промышленной зоной плюс 4 может быть. Кампус. Ну кампус тут наверное я не хочу правительственную площадь в столице делать. Я хочу вот в этом городе почему-то. Давайте сразу тут и поставим наверное. Ну а в Токио наверное промышленную зону. блин рурка это ж вообще охренеть. Но это Вавилон. Где она тут? Во. Я не верю что кто-то уже может быть тут. Даже вон немец с его наукой. Даже не близко. Блин. Он все-таки сделал апостола. нехорошо. Он успел сделать апостола. Понимаете? Так бы если я успел обратить у него уже бы не было места где делать. Так и мне бы не хотелось чтобы он чтобы мы вот сейчас сопрягаем потому что у меня меньше силы тогда будет. Так что валим отсюда наверное. пойдем обратим Сивас. Мне должно миссионеров хватить чтобы Стамбул обратить. Так растем. Ну я бы строителей опять делал. Два действия у нас стоит. Ну нету непромышленной зоны центр коммерции неплохие конечно там есть соседство но тоже не по союзу с теми карточками которыми сейчас стоят. Так уже пора наверное лян в Токио сажать и на на фоне геликарнаса обрабатывать клетки аквакультурой строители дали тоже здорово так а пошли вернемся апнем галеры каравеллы блин я думал это квадрирема проатакует моего плотоводца так а что у нас тут два рабочих еще одного рабочего делал это наверное зря надо было гавань делать так божественное право и теократия идем мгновенно строит банк и рынок две ячейки шедевров ну нам наверное я бы я пропущу этого торговца нам нужны торговцы которые увеличивают количество торговых путей наших 11 вход один ресурс продадим что-то не хочу я все продавать 4 вход ну приму наверное остальные пока держим может мы кого-то встретим еще так а здесь здесь пойдем наверное военную тактику с помощью копья мы никого тут не убьем в ближайшее время так вот он встретили нет давай ты меня не будешь просить вот эту фигню я хочу бы она у меня была петра или купили баллоню ладно фиг с ним петра из и кайф вот зрели вот это хорошо хорошо что их не вырубил я молодец жалко что петра не действует вот на это чудо а подождите может действует ну-ка действует вау так это ж вообще трындец просто обалденно правда не знаю нафига я выкупил сейчас эту клетку но две пищи да тут дают ну выкупала сейчас зря потому что пока город не будет обрабатывать лучше сохранил деньги апнуть галеры в каравеллы е ну все ему как бы негде покупать сейчас своей веры юниты понимаете хотя вот тут может быть еще город давайте-ка мы туда пойдем ну тут есть город но он без священного места видите все священные места все блин одно а нет вот второе сейчас под конфуцианством готово так все-таки сделаю чтобы не зря выкупил выкупил клетку еще немножко закину туда и тут надо ксивасу и урфе еще тебя там 3-4 всего может лучше вот уже халеб обращать сэндай пошли сюда наверное ну чем нам надо чтобы как можно больше жителей было в городе когда мы его обращаем тут нам больше науки дали каменолом непроизводства получают но у нас вроде вообще нету камень он там одна есть этот камень вырубать когда-нибудь буду плюс один данном в общем-то идти надо я вот думаю индустриализацию потихоньку через образование там не знаю выглядит так что мы должны здесь в героический выходить так я бы наверное или еще миссионер или еще давайте еще апостола хочу и этим заняться японцам интересно вылезет кризис на священный город или нет блин а зачем я опять купил а по ну а тут не сильно далеко но две клетки все-таки поближе было здесь купить согласитесь ка два раза больше ну давайте два раза больше ну конечно лучше было миссионера мне кажется тогда покупать раз уж такое дело колеб пять ходов ну тут остальные должны по идее сами обратиться как бы 45 ходов как-то долго до антонарио разве не был обращен там просто появился житель он не ну как его атеист оказался и уменьшилось количество верующих в принципе в этом город не считается какой-то религии относящийся так денюжки нужны я думаю выкупать клетку с пшеницей или идти сюда вырубать вот эти леса под магнусом в аумуа наверно вырубать мы там наверно все вообще вырубим не будет производства никакого я могу конечно через океан плыть и не апгрейдя галеры но каравелла как-то дальше обзор мне больше нравится так вот тут как ни странно наверно мы с кампуса начнем сюда причем ну то есть уже ромашку начнем тут делать эти театралку можно и здесь ставить рядом с правительственной площадью ну понятно что нам надо сначала апостолом поработать я как-то делся апостол турка что-то никто кризис не не продвигает ну наверно пока монархию не берем я уже теократию хочу взять ну раз тут не насколько она к японцу идти вообще городов интересную японии до хрена кстати о да сезон все таки кто-то основал ислам в шести городах есть пищу раз два три четыре пять пустой непонятно где и сразу зал для приемов для на аквакультуру повысить или взять губера какого-нибудь я бы наверное взял рейну в отцу чтобы клетки быстрее присоединялись чтоб тут жилье появилось так и вот этим рабочим нам надо овечек или мы здесь своего сделаем тут кампус можно но это клетки надо выкупать блин ладно давайте наверное это выкупим точно построим здесь еще рабочего и здесь выкупим эту клетку и начнем строить камп да я помню что я хочу апнуть галеру в каравеллы но у нас к сожалению проблемы с толку мы в два раза отстаём от немца а там еще куда-то полностью нахрен улетает вавилон очевидно просто стоим ждем когда апостол придет вот этот и 75 процентов очистит религии в выбранном городе по-русски маяк кто-то построил тут что-нибудь менять будем нет нет мне бы еще конечно поселенцев поделать или купить я не знаю еще три руинки не собранные никем обалдеть конечно очень медленная партия то есть очень медленно у меня тут все разве ваши торговые пути блин это интересно еще для каждого специализированного района и паснера возьму все-таки там же не факт что выпадет ну этот хуже для меня для меня этот хуже так что используем и у меня с караваны причем это ж не только это и для внутренних районов для внутренних караванов имею ввиду торговые пути в ваши города дают 0 5 золота для каждого указанного среда то есть это и конкретно для внутренних районов ну следующим ходом наверное изменится как только стоит апгрейд 240 как и сказал стоим ждем апостола один посол но баллонию я сейчас не пересоюжу так что пока оставляем но тут главное фес чтобы наш оставался баллония конечно тоже приятный бонус но пока мы его вернуть не можем так давайте мы наверное через баллонию пойдем опять трапзон он влиял на города вокруг баллонию тоже надо по пути ой 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 тут буддизм прибыл это нехорошо нам нельзя терять миссионер ну то есть вообще нельзя терять чтобы наша религия не уходила 80 науки нормально этим миссионером сваливаем на лечение куда-нибудь поближе 77 сюда пойдем еще разведчика дали ну тоже неплохо чё я бы мужик поплыл кстати через океан вот этим разведчиком так сколько нам до теократии два хода здесь уже можно какой нибудь райончик делать вот интересный вопрос священное место или кампус наверно все-таки священное место ставим у нас кампус еще бы здесь возможен и я бы наверное апнул таки галеру так достроив зал для приемов мы получили довольство и жилье в городах где есть рейна не прибыла поэтому нам нужен наверное так вообще тут нету жилья следующим ходом сработает ну просто аквакультура еще только на двух клетках я могу только сделать клетки выкупать не буду так что я думаю нам надо еще брать губера в гифу мокшу чтобы он еще влиял сидичи там на так ну вот здесь ну давайте мастерскую а потом уже строители ли сначала да не сначала строители все таки много клеток не обработан надо рудники ставить но это мы и мы но мне больно туда час идти дальше потому что мы можем с моря попробовать что там этих апостолов я видел дофига буддистских и кажется японец планирует продолжить завоевание турция глядя на его самураев 634 силой 295 у турции блин здорово конечно то остров с руинками плавай собирай как говорится так сколько еще ходов 9 не ну должны в героические я как минимум самурая должен где тут он до самурая открыл могу самурая сделать ты еще плюс 4 раз должен быть кампус на плюс ну почти кампус на плюс тренера не засчитается да давайте на самурая потихоньку тут строить если не понадобится то просто не достроим османы друзья с германией берем теократию внутренние торговые пути можно пока поставить кстати или республиканское наследие республиканское наследие давайте совместная церковь плюс 12 ну вообще мощно 1 что-то красненькое надо держание юнитов сессо промышленно пока плюс три всего хотя на 124 доход от мародерства блин все хочется анна давайте ремесленники просто 26 монет не густо не густо пятую религию не основали хорошо да сизм в одном городе вот реально хоть ты отправляй миссионеров на тот континент и там все в свою религию переделывай синдай хочу обратить да блин и так тяжело сейчас тут все пять зарядов апостола потрачу это прийти внимание было типа написано 40 монет дает на самом деле 26 просто 40 это для стандартной скорости написано нам давайте сначала тут рудник а потом сюда эту овцу обработаем нету него лет ты не нас к я за сейчас застрою все плывут сто процентов застрою пустынные клетки да как могу и найдется нас к драту ти такая будет опять осуждает меня турок ну ждем мы ждем когда на него нападет второй японец к сожалению мне кажется он его заберет конечно вот это из-за меня во многом но вот три очка за кампус так что я думаю не будем тут достраивать самурай нам одно очко осталось набрать давайте лучше строителей делать окат встречен и и второй сулейман как у него дела очень персов встретили блин только не говорите что я сейчас всех встречу нет только перса мы еще двоих не встретили так ну у этого сулеймана получше но правда не так в культуру но в науку зато армия 1096 с кем-то воюет вообще а он в союзе воюет с персом и ну тут кто-то из них второй перс и кто-то из них получается вавилон ну хорошо с вавилоном воюет или он в союзе с вавилоном блин ну кто-то все равно с вавилоном воюет в любом случае кто-то да воюет так рейна по городам пройдемся 67 верой вообще неплохо и вообще не видать никаких никаких религий а вот просто можно миссионерами кстати блин на на море они не воюют поэтому я хочу с моря можно пожалуйста болонию обратить наконец спасибо 80 науки дали трапзон болония стамбул но вот два города буквально не в моей религии здесь и они да и ну отсюда должен ислам уйти тем более что священные места он тут скорее всего не построит в общем надо брать апостола чтобы последнего укрепления взять я гурдвару хочу явно берем покупаем апостолом а отсюда просто этих миссионеров на тот континент я таким образом буду науку в общем то давайте хочу все скупим вряд ли буду побеждать религиозной победой но получить науки просто так за счет того что тот континент почему-то решил не основывать религии я думаю надо ну как это тоже пустыне дофига может а нам тут не будет видно то какой пантеон взял а вот тут будет видно нет это города последователи религиозные поселения у то есть там позиции поселение с по моему бесплатные 7 не изменяет память что такое религиозные поселения жить и окат волен по моему что-то прикольное окат дает антикавалерийские юниты ближнего боя волен победа наземных юнитов очки полководца и ну ладно более-менее начинаем выкарабкиваться продолжение выкарабкивания уже в следующей серии спасибо что смотрите спонсоры канала кстати могут уже следующую серию поискать в плейлисте для всех остальных она появится завтра играйте в умные игры слава украине живи беларусь всем пока я алексей халецкий тот кто сделал это видео лайк комментарий подписка возможно супер спасибо и спонсорство спасибо за поддержку до следующих видео